Если задать вопрос о самой огромной пустыне, многие из нас назовут Сахару. Но верный ответ – Антарктида. Она является пятым по размеру континентом на планете, размером более 14 квадратных километров и при этом самым загадочным и таинственным. Долины Макмёрда. К одному из самых сухих мест на планете можно отнести Антарктиду. Именно здесь находится долина Макмёрда. Она занимает титул самой сухой местности на Земле. Пальмы. В Антарктиде более 53 миллионов лет назад росли пальмы. Этому способствовал теплый климат материка. Температура в Антарктиде была свыше 20 градусов тепла. Атомная электростанция на Антарктиде в период с 1960 по 1972 год существовала своя АЭС. Она располагалась на станции Макмёрда, принадлежащей США, грибы. В Антарктиде, несмотря на холод, можно встретить более 1150 видов грибов. Они прекрасно приспособились к природным условиям материка. Грибы не пугают постоянные низкие температуры. Часовые пояса. На материке присутствуют практически все часовые пояса Земли. Это объясняется с тем, что они сходятся в одну точку на обоих полюсах планеты. Полярные медведи. В Антарктиде встретиться с полярными медведями не получится. Там их просто нет. Медведи обитают в других местах планеты. Бар. В Антарктиде все желающие могут посетить бар. Он расположен на научно-исследовательской базе «Академик Вернацкий», которая принадлежит Украине. Этот бар считается самым южным на планете. Низкая температура. В Антарктиде была зафиксирована самая низкая температура на планете. Она составляла 89,2 градуса мороза. Это произошло 21 июля 1983 года на станции «Восток», Россия. Льды материка. Около 99% поверхности Антарктиды покрыты льдом. Из-за этого его называют ледовым щитом. Пресная вода. В настоящее время толще арктического льда – 1,6 километра. На материке находится около 70% всех запасов пресной воды планеты. Открытие Антарктиды. О существовании этого материка не было известно до 1820 года. Именно в это время и была открыта Антарктида. Первоначально считали, что это группа островов. Международный договор. В 1959 году был заключен договор между 48 странами. Участники решили посвятить этот материк научно-исследовательской деятельности в мирном направлении. Первый ребенок. 7 января 1978 года в Антарктиде появился на свет первый ребенок. Им стал гражданин Аргентины, Эмилио Маркас Пальма. Это была спланированная акция. Аргентина решила отправить на этот материк беременную женщину. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь в социальных сетях, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok